Привет друзья! В результате эволюции у человека остались органы, которые почти потеряли свой смысл. И я расскажу вам о таких бесполезных органах и функциях у человека, которые не используются и не имеют смысла. Третье веко. Вы можете не знать о том, что у вас есть третье веко, но именно оно находится во внутреннем углу глаза. Третье веко, как известно, это оставшаяся часть мигательной мембраны, которая до сих пор есть у некоторых животных, таких как кур, ящериц и акул. Волосы на теле. Без сомнения, когда-то очень давно у нас на теле было гораздо больше волос. Около трех миллионов лет назад мы были полностью покрыты ими. Но с появлением прямоходящего Homo sapiens они нам стали ни к чему. Разве что волосы на голове сокревают нашу голову. Также касаясь темы волос, можно упомянуть такую ненужную функцию у человека, как эректор пили. Или гусиная кожа. Гусиная кожа существует не только как показатель того, что вы замерзли. У многих животных, если они чувствуют опасность, шерсть встает дыбом, то есть поднимаются волоски на теле. Это позволяет животному казаться крупнее и страшнее. Нашим предкам, волосатым чудовищам, такое качество было очень кстати. И возможно 3 миллиона лет назад шерсть на теле человека так же само становилась дыбом, как и у животных. Но сейчас все эти волосы у нас на теле, это своего рода бесполезный атрибут. Следующий бесполезный орган в нашем организме, это синусовые пазухи. Врачам не очень многое известно о синусовых пазухах носа. Единственное, о чем они осведомлены, это то, что у нас их много. Вариации их функционирования от изолирования глаз до изменения тональности нашего голоса. Аденоиды или гланды. Гланды и аденоиды исполняют защитную функцию. Они препятствуют распространению инфекции. Они склонны к воспалению и отекам. Болезням, связанным с этими органами, часто подвержены дети. С возрастом гланды часто уменьшаются. Если они продолжают беспокоить человека, то от них избавляются хирургическим путем. Также у человека имеются миндалины. Это скопление лимфоидной ткани, которая также выполняет функцию защиты горла и носоглотки. А также участвуют в кровотворных процессах. Им также свойственны частые отеки и склонность к инфекциям. Далеко не всем удается сохранить их до 30 лет. Следующая бесполезная часть тела в нашем организме – это копчик. Копчик – это сросшиеся вместе несколько позвонков, которые являются бесполезным продолжением нашего позвоночника. Копчик – остаточный хвост человека, доставшийся ему наследство от его хвостатых предков-приматов. Зубы мудрости. Зубы мудрости помогали нашим предкам есть мясо мамонтов и обходиться без зубных щеток. Они приходили на помощь, когда при таком образе жизни человек быстро терял остальные зубы. Современные средства гигиены для зубов и полости рта сделали зубы мудрости бесполезными. Но при этом они еще и болезненные во время периода своего роста. Аппендикс – еще один бесполезный орган в организме человека. Аппендикс – это маленький червеобразный отросток слепой кишки, который больше не принимает участие в переваривании пищи. Во всяком случае, люди с удаленным аппендиксом не считают, что потерялись что-то ценное. А вот у позвоночных, питающихся растениями, этот орган остается действующей частью пищеварительной системы и поныне. Исследование 2009 года показало, что человеческий аппендикс мог быть своего рода хранилищем полезных микроорганизмов, которые приходили на помощь в случае неприятностей вроде диареи или поноса. Чарльз Дарвин был уверен, что аппендикс был очень важен в процессе пищеварения первое время, когда человек начал питаться растительной пищей. Когда же человек получил возможность наполнить свой рацион более пригодной и более усвояемой пищей, потребность в аппендиксе отпала. Соски у мужчин. О предназначении для мужского организма сосков до сих пор спорят ученые, но никто их функцию пока не определил. Конечно, наличие сосков у мужчин не значит, что они произошли от женщин. Просто на самой ранней стадии развития в материнском утробе, человеческий детеныш пола еще не имеет. И на всякий случай развивается как девочка. И только потом тестостерон меняет направление развития в ту или другую сторону. И кстати, были известны случаи, когда мужчины были способны вырабатывать молоко, а у некоторых мужчин был обнаружен рак груди. Ну а на этом все друзья, если вам понравился данный сюжет, поставьте пожалуйста лайк под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok